всем привет на канале балка с димоном круглый год меня ребята в социальной сети такой как контакт спрашивали я и дим покажите простой донный монтаж для этого мне понадобится вот такого рода противозакручиватель они также ребята написали могли смотрели в ютюбе кучу роликов короче все запутались без пол литра и не разобраться нужна ваша помощь покажите самый простой донный монтаж с антизакручиватель покатит хорошо пойдет тогда смотрите ролик сегодня вечером на канале берем противозакручиватель обычно у меня вот такой самодельный простой вы можете использовать покупной если нет самодельного и пропускаем леску через него делать можно как на шнуре также и на леске можно использовать как говорится съемный можно делать на основном после того когда пропустили леску через противозакручиватель одеваем бусинку бусинка здесь обязательно нужно после этого берем карабинчик с вертужком либо обычный вертужок бусинка нужно для того чтобы противозакручиватель не заскочил на узел если на узел петли заскочит или на узел вертушка которому привязан то может застрять и поклевка однажды не передастся почему вертужок или карабинчик допустим они соединение петля в петлю случае обрыва поводка его легче намного легче снять при помощи если стоит вертужок или карабинчик можно просто ножом прямо срезать по вертужку или по карабину не боясь повредить соединение петля в петлю так можно и вторую петлю случайно разрезать придется чтобы это дело потом по новой вязать да и добавок ко всему если используете вертужок или карабинчик за место соединения петля в петлю можно безбаятельно спокойно привязать соединить шнур и леску запросто то есть ничего не порвется а если соединить петля в петлю шнур с леской то шнур просто порежет леску так уже было на канале есть ролик на эту тематику есть конечно там бы те кто писали да ну нахрен чувак что ты там гонишь а потом появились другие комментарии спасибо автор за то чтобы сняли этот ролик теперь я знаю почему лечь ушел петля петля шнура всегда порежет леску сейчас просто берем обычную простую кормушку и прицепляем его к нашему вертужочку который есть на противозакручателе по поводок я возьму в этом ролике леска на поводке будет для видео она будет потолще чтобы просто было как говорится получше видно крючок большой но такими крючками я в принципе ловлю кстати советую использовать при ловле тоже при ловле леча большие крючки чем больше всякой наживки на крючке тем выше вероятность что лечить у вас за какие возьмут после этого на верхнюю жоп можно сайт когда мы сделали поводочек можно соединить при помощи затяжной петли а можно просто завязать простым любым рыболовным узлом потом случае обрыва если поводок порвете то есть крючок оборвется и вам понадобится его просто заменить открывайте вертлюжок ой извиняюсь карабин просто все дергаете либо просто ножом или ножницем прям по карабину срезайте весь узел безбоязненно повредить как говорится сам вертлюжок или карабин они железные хрен повредишь а вот если при петле петля в петлю то это все дело когда начинаем перерезать можно случайно не глядя порезать вторую петлю и потом придется опять продергивать выдергивать петлю вязать на хрен это нужно самый простой вот такой монтаж ребята самый простейший ребята писали что мы типа начинающие доночники поэтому ваша помощь нам принципе как бы необходимо на ютюбе смотрели много роликов на ютюбе действительно много роликов про разные донномонтажение в принципе начинающим простому рыбаку как я понял ребята всего скорее что учатся в школе если называют меня дядя дима несложно в принципе запутать вот ребят такой простой донный монтажик при помощи вертлюжечка противозакручивателя бусинки ловит как говорится лещика в общем все что на дне есть все ловит собирается очень быстро без больших хлопот вот такой обычный простой донный монтаж ну а когда вы им попользуетесь переходите на монтаже под названием петля гарнера он же паттерна стар на этом все всем удачи и пока спасибо за то что смотрите мой канал ставите лайки и дизлайки и пишите свои комментарии с вами был я дмитрий